это мать его не кормит а он ищет у нее чтоб покормил голодный падает уже утром отец немножко покормил и Даже не глядеть на него. У меня от консервной банки отрезано песок, глина и соль. Вот она туда залазит, от меня тут меньше метра под столом. Для меня это удобно, там они рассыпают, а тут ничего. Этот кричит, кричит, это бесполезное дело, она даже не глядит на него. Теперь надо ждать, когда она поест, обратно залетит, а он вылетит, тогда он может покормить отец. Вот так. Вот так. Вот так. С какой осторожностью, если голос услышал, уже беспокоится. Он вот тут рядом. Это мать. Мать его. Но никакого как будто отношения она к нему не имеет. А он еще совсем махонький. Вот так у них устроено. Она большую часть сидит уже на новых яйцах. Он-то не понимает, отец или мать, главное, что шевелится фигура. Я иду вон к валенкам бежать. А то я насыпал пшеницу здесь, кроме того, что там у них внутри, семечки и гущеный горох. На ноге красная тряпочка, хотя пометил их. Хоть маленько, но дай ему, нет. Даже как будто он чужой. Вот какая штука-то. А он не знает, что под ним пшеницей. Если догоняет ее, она убегает. Как будто это не ее детище. И все это уже заложено в природу Богом было. Потому что она большую часть сидит сейчас на яйцах. И то, что она съест, самой нужен этот корм. Вот это свободный, дескать. Ну и вот. Она сейчас еще купаться будет, пока подсохнет. Тут распределенное все время. Сегодня 15 марта 2018 года, четверг. Я всегда держал здесь породистых. Ну, чтобы утром воркуют. Эти не очень воркуют, но воркуют. А здесь именно природа как заложилась. Это я поймал их и сразу вызву за ним. Сейчас они рядом прямо ходят, не боятся. Быстро привыкли. Видишь, она как носом ткнет и в сторону носом. И у нее все разлетается. Очень неаккуратно ест. Гуси или утка так не ест. Сейчас она черпает. Это так ткнет нос и за нос. И в сторону отнес. Все разлетается. Вот она выходит. Там все лежит у нее. Насыпанное. Вот она здесь, слушаю. И сейчас она пьется. Вот это уже не переваренный корм. Он так делает, самец. Голубка. Это голубка. И в него он все через рот принимает. То есть если бросит кормить практически. Ну хоть маленько. Ну дай ему никаких. За ней бежит. А он ходить то еще толком не может. Безжалостный как будто голуб. Вот так вот ей заложено. Должна к воде подбираться. Напиться. А потом купаться может. Вот кто не имеет этой возможности. Просто посмотрите как. Я несколько вот этих тайн уже открыл. Я не знал. Я не знал. Как у диких. То есть природных. Это. Что они. По переменам сажают. И кормить она уже не кормит. Когда он. Поднялся. Отошел от нее. Вот она где. Вот она где. Это теперь она туда пошла. Там он видит щель. Это видно отсюда. Черное. Это туда. Прорезь туда они прыгают. Вот. Он там сидит. У нее маленько светлые пятнышками. Так. А вон более черный. Он пошла на кухню. Дверь у нас. Он за ней. Но она даже не глядит и не знает. Он ее не понимает. За что. Это в монастыре. Когда людей принимали с детьми. Вот тоже делали. Что ты не смотри что он плачет. А отрекись от него. Чтобы ты не видел. Не переживал. Ну это же природа. Я рассказываю. Вот. У людей как бывает. Это устав. Это вот некоторые знают. Монашество. Они знают. Устав. С детьми не принимать. А он пришел. Мужчина. Ребенок там. 5 лет у него примерно. Они его. Берут с него подписку. Так сказать. Что он. С ребенком не будет знать. Совстречать. Сожалеть. И проще. Лишь бы накормили. Ну тут. Что же. Не помрет с голоду. Ему тут. Отвечают. А кем ты работал. Сапожник. Ну нам сапожники нужны. Они теперь испытывают. Какой он. Ребенку не дают есть. Его вши. Заедает. Он отрепанный. Неприкрытый. Ветер. Холодно. А они наблюдают. Монахи. Настоятеля. Ребенок еще не может понять. Потому что. Вчера только. Такой тятя был. Хороший. За руку его держал. Кормил его. А сейчас никак никак. Он плачет. Есть хочу. А он даже не глядит. Шилом своим орудует. И. Молотком. Возе забивает. Они не могли его прошибить никак. Ну что-то там дадут ему. Какие-нибудь объедки-то. Ребенок маленько. Почамает. Тогда. Стали на него жалобы. Как бы. Ребенок-то кричит. Мешает молиться. Ну а я что сделаю-то. А его специально посадили в такой будочке. Чтобы. Ребенок мог подойти к нему. То есть. На отцовских чувствах. Все бы ладно. Так. Ну а где же любовь-то. И. Ребенок подошел. Просит есть. Там. Вши на нем ползают. Оборваны. А там монастыри. Монахи. Все. Вот так вот. Выкомуривали. Анастасия сказал. Ты ребенка. Тут река протекает. Его брось в реку. Он ни слова не говоря. Схватил ребенка. Ребенок может быть и подумал. Скажет. Ну наконец-то. Ну что ты ребенок может думать. Что там. Пятилетний это. А он на руках. Его бежит из монастыря. Из монастыря выше. Там. Может быть радуется. Прежней будет жизнь. Можно будет цветочки потрогать. Он добегает из берега. С обрыва. Бросает ребенка в воду. Ну поток. Подхватил его. Ну они там сделали загородку. Его с сетью или чем поймали. Отходили. И сразу сказали. Вот это человек. Кремень. Его можно будет ставить настоятелем. То есть председателем колхоза. По сегодняшнему. Вот он сколько за ней бегает. Вот смотри. Она даже ни виду не дает. А он там сидит. Он не видит этого. Он два раза дальше покормил помаленьку. Но ему хватило до обеда. Он еще не учится. Что же делать то он не знает. И тогда решили что он может быть авой. Этот человек. А у другого он хлебы пек. И точно так сказали. Печь пылает. Ну русская печь. Это как-то. Ну монастырь то. Большие пищи были. Его в печь брось. Прямо так написано это все. Я ничего не выдумываю. Он схватил ребенка в печь. Ну ясное дело что там. Тут же обгорел. Но дальше пишет. И огонь погас. Ни разу не видал чтобы в Освенциме огонь погас. То ли вы думаете то ли что. Ну даже все. Хорошо послушался. А любовь где? Любовь. Тем более природная любовь к детям. Несовершеннолетним. Которые к тебе взывают. Это все монахи. Это все монастыри. И вот первые там три года его не выпускают. Кто подписался. Сидит только внутри стен. Ну на работу там надо же. Пашня была. И выводят их. А некоторые уже заранее. Послушание. Все. Велищит. Ава-авва. Везде. А тут. Он узнает. Где местность. Какая. Как бежать. Куда. Какие у них собаки родственные были. Неизвестно. Но он убежал. Хватились. Нету. Прораб хватился. Тоже монах. И вот теперь. Погоня. Они знают в какую он сторону. Ну вспомните. Судьба человека. Как он бежал. По овес растирал. Вот точно так же он бежал. Страшное наказание ждал этого бригадира. Который не мог вернуть. Это добровольно называется. Монах. Это прямо по сегодняшнему не то. Что там тоталитарная секта. Это намного страшнее. Ни одной посылки получить нельзя. Писать письма нельзя. Разговаривать нельзя. Как попутно от голубя пошел разговор. Он то ребенок еще не знает. Он видит голубка. Он может быть и не понимает что это мать. Но главное что она ест. Но к нему не подойдет даже. Он рядом уткнулся сейчас в эти брусочки. Он видит они что-то клюют. Он ее за хвост понюхать хотел. Это мать родившая его. Я самое малое движение если рукой сделаю. Она вздрагивает. Так. А вон он дошел до палочки. Это и сел. Что он кричит. Жалобно умирает. Я это абсолютно все равно. Она глядет себя как монашка. Наверное долгу. Мне это заложено от природы. Ну то есть природа это бог сотворил. Вот так. Протягивается. Пытается перелезть. Он не может высоко. Высоко там сантиметра три. Он не может заселить. Ну она все подбирает. Все семечки. Он загорюнился. Все. Вот не дадут ему есть. Все. Считай что загнулся. Я пока отключу.